всем привет меня зовут валера добро пожаловать на мой youtube канал который посвящен ирландскому виски сегодня мы с вами поговорим об другом ирландце это джемисон black barrel джемисон самый популярный ирландский виски в мире например в декабре прошлого года он установил рекорд по продажам было продано 940 тысяч ящиков виски то есть в каждом ящике по 12 бутылок и это только за месяц для сравнения примерно такое же количество виски джемисон было продано за год в 1996 году джемисон бренд принадлежит компании перно рекар это французская компания которая выкупила айриш дистиллерс в 1988 году и производится на дистиллерии под названием миддлтон которая находится в графстве корк ирландия джемисон black barrel это купаж состоящий из двух компонентов а именно под стил виски и зернового виски впервые виски вышел на рынок в 2010 году и тогда он назывался джемисон select reserve small batch также на старой бутылке достаточно мелко можно было найти надпись black barrel сегодня этот виски называется джемисон black barrel и мы видим что крупными буквами написано black barrel что означает черная бочка этикетка тоже черная коробка черная к сожалению уже коробку не имею и пробка тоже пожалуйста черная виски 40 процентов подвержен холодной фильтрации и также содержит карамель е-150 бочки которые использовались для этого купажа это бочки из-под бурбона первого наполнения а также бочки из-под хереса еще использовались также бочки из-под бурбона первого наполнения которые подвергались дополнительно второму обжигу отсюда и название black barrel или черная бочка но не нужно путать это с до выдержкой виски нету выдерживался в бочках которые подвергались двойному обжигу это один из компонентов наряду с такими как компоненты из-под бурбона и из-под хереса купаж состоит из более чем 50 процентов под стил виски а значит что использовался как соложенный так и не соложенный ячмень и соответственно менее чем 50 процентов зернового виски или виски который выгнан на ректификационной колонии в целом в купаже доминирует бочки из-под бурбона возраст значит возраст под стил компонента составляет примерно 8 11 лет а возраст зернового виски около пяти лет ну принято считать что в среднем виски примерно семь лет выдержки в прошлом видео говорил о том что джемисон black barrel и бушмилс black bush имеют нечто общее это на самом деле так общего них зерновая сосудная виски и этот маленький бач дистиллируют на миддлтон один раз в год то есть сначала зерно помещают в медный куб проводят дистилляцию после чего его еще раз прогоняют на кофе колонии или ректификационной колонии вот это то что общее между бушмилс и джемисон и на самом деле это уникальный джемисон потому что ни в одном другом джемисон виски вы не найдете такого зернового компонента как в black barrel давайте сейчас перейдем дегустации я вам еще раз покажу бутылку черная этикетка все в одном стиле вот пробка все красиво значит пробочка деревянная льем как я уже говорил что виски фильтрован виски крашен 40 процентов цвет золотистый сейчас попробуем показать визуально тело как бы жидковатое но вот видите опять же капельки не спешат спускаться опускаться вниз вот они очень достаточно медленно я надеюсь вам видно а все потому что виски более маслянистый так как он содержит компонент под стил где используется не соложенный чмень обычно виски имеет такую маслянистость что посмотрим что у него с ароматом хороший очень аромат это и риска очень много ванили карамель пряные ноты есть немного хереса но мне кажется такое ощущение обманчиво мне кажется это больше не херес но вот именно два раза обожженные бочки вот этот ваниль с карамелью но фруктовость однозначно которая присуща тройной дистилляции от миддлтон во всех джемисон виски она присутствует стружка карандаша тоже и кофейные зерна где-то вдалеке есть все-таки кофейные зерна в целом очень приятный аромат мне нравится ничего резкого хотя стоит заметить что бутылка уже подходит к концу произошла оксидация он стал более легкий виски был более выразительный когда я только открыл бутылку это было примерно примерно около года назад или больше он был более выразительный тогда но это понятно что когда виски оксидации поддерживается тем более 40 градусов он немножко теряет свои ароматические свойства ну что посмотрим что у нас на вкус вкус немного проще чем аромат сладкий медовый фрукты специи вот этот под стил вот эта пряность острота такая которая свойственна джемисон виски корица приятный вкус очень хороший финиш горький черный шоколад опять же кофе кофе очень хорошо чувствуется дуб и финиш сказал бы средний ну что хотеть от купажа хотя этот купаж очень качественный он на голову выше чем обычный джемисон опять же бочки из под бурбона очень хорошо чувствуется здесь херес на и составляющая она гораздо меньше но она тоже присутствует херес ощутим но бочки из под бурбона очень очень хорошо чувствуется такая тоже есть присутствие такого мебельного лака как в аромате таки как и во вкусе ну что ж виски очень хорошие джемисон не зря считается самым популярным ирландским виски и эта версия отличается гораздо больше и сильнее от стандартного джемисона также содержит более возрастные спирты виски интересные я вам советую его попробовать я не знаю сколько он стоит в вашем регионе в ирландии он стоит 50 евро что на мой взгляд дороговато но по акции можно купить за 35 евро в других странах я замечал в магазинах этот виски и по 20 евро и по 25 евро и считаю это очень хорошей ценой ну в принципе неплохой купаж надеюсь что я предоставил вам максимум информации которую я мог наслаждайтесь качественным виски не злоупотребляйте спасибо что смотрите мой канал и увидимся в следующий раз в следующем моем видео я расскажу вам еще об одном очень популярном ирландском виски виски пади и мы продегустируем очень интересный релиз лимитированный релиз который был выпущен в 2013 году не пропустите мой следующий выпуск до новой встречи